После ухода из линейки комиксов о Бэтмене, Скотт Снайдер решает посвятить свою жизнь ужасам. В 2016 году представляет свой первый хоррор «Ведьмы». Лично мне этот комикс очень понравился и сейчас я вам расскажу почему. В 2009 году одноклассница Сейл исчезает в лесу. Последней, кто её видел, была Сейл. Общество начало считать, что именно она виновата в исчезновении девочки. Вам может показаться, что это детектив, но нет. Здесь акцент идёт всё-таки на взаимоотношения в семье и какой член семьи, как будет реагировать на те или иные обстоятельства. Как правило, беда не приходит одна. Мать Сейл попадает в аварию, после которой теряет возможность ходить. В связи с этим обстоятельством, семья вынуждена сменить место жительства. Они переезжают в тихий, провинциальный городок Нью-Йорка. Новая тихая жизнь должна была вновь сплотить семью. Но, увы, тихой жизни быть не может и на новом месте, ведь каждому есть что скрывать. Рукс, писатель детской литературы. Отец Сейл. В прошлом заядлый алкоголик. Но несчастный случай с женой заставляет его задуматься над жизнью. Сейл, главный персонаж этой книги. Именно её историю мы будем читать на протяжении 192 страниц. Её тревожат кошмары с того самого дня, как пропадает её подруга. Сейл мучает паранойя, что однажды за ней придёт монстр и история повторится. Текста по лучшим традициям Скотта Снайдера в этой книге по-настоящему много, но мне бы хотелось ещё больше. Кстати, текст не всегда цензурный, так что имейте это в виду. Переводом на русский язык занималось издательство XL Media. И к переводу у меня нету ни малейших претензий. Переведены даже самые мелкие буквы на заднем фоне маленького кадра. Также сама книга это хардкавер, твёрдый переплёт, 192 страницы, матовая обложка и глянцевые страницы внутри. Насчёт визуального ряда. Мне очень понравилась рисовка в этой книге. Здесь уделяется огромное внимание мелочам. Но вот этот кадр мне по-особенному понравился. Не знаю почему, но есть в нём что-то такое глубокое. Ну или он просто напоминает мне мой любимый сериал Fargo. Очень сложно на данный момент найти книгу, в которой будет идеально абсолютно всё. Ведьмы в книге это главный антагонист. Это существа, которые живут в корнях деревьев. Но иногда они выходят из берлоги, чтобы посмаковать новой жертвой, которую придали откупу. Мне всё-таки хочется ещё больше внимания уделить визуальному ряду. Потому что, ну посмотрите, насколько он идеален. Ведьмы здесь страшные персонажи, красивые. Фон обалденный. Кстати, финал истории должен ввести вас в некий ступор. Лично я не ожидал такого окончания. Книга содержит множество дополнительного материала. К примеру, по этой странице мы можем понять, насколько кропотливая работа была проведена для каждого кадра. Как я говорил, дополнительного материала здесь очень много, по которому мы можем понять, как создавать эта история. Насчёт размера этого хардкавера, он стандартный. Такой же, как, скажем, в «Звёздных войнах. Легенды» от издательства АСТ. Ребятки, давайте проверим нашу активность. Если это видео наберёт больше 25 пальцев вверх, я опубликую обзор на комикс «Звёздные войны. Легенды» от издательства АСТ. На самом деле, сейчас очень мало выходит ужастиков в комиксах, поэтому ведьмы не имеют себе равных. Это лучший представитель этого жанра. Покупать или нет – решать вам. Но я знаю магазин, где вы найдёте этот комикс, а также множество других комиксов, манк, аксессуаров, атрибутики, японских сладостей и стикеров. Всё это вы найдёте в магазине «Пульсар», который находится в Киеве, возле рынка Петровка. Но если вы живёте в другом городе Украины или в странах СНГ, вы можете воспользоваться интернет-магазином, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео. Переходите, и я уверен, что вы найдёте что-нибудь для себя. Спасибо за просмотр, ещё увидимся.